Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня продолжаем говорить о комплексе отличницы. В прошлом выпуске мы узнали, что такое синдром или комплекс отличницы, как выявить у себя эти симптомы. А прямо сейчас спросим у нашей гости в студии, как же избавиться от этого комплекса и надо ли это делать. С нами психолог Ксения Дубинина. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, телезрители! Все-таки сначала хотелось бы немного вернуться в наш прошлый выпуск, где мы говорили про родительские и детские отношения в плане развития этого комплекса отличницы, отличника у детей. Скажите, есть ли какие-то родительские установки, отрицательные или наоборот положительные, которые сказываются на формировании именно в детстве этого комплекса? Конечно, есть. И они в обиходе очень распространены. Наверное, одна из таких, которые можно часто встретить на улице, когда ребенок начинает не слушаться. Но мы берем дошкольный период, ребенку 4-5, допустим, лет. Мама ведет его за руку и он начинает вырываться. По разным причинам, но просто потому, что настроение такое сейчас у ребенка. И мама произносит фразу «Я тебе сейчас вон там у дяди отдам». Это вообще запретный какой-то прием. Ну, когда уже как будто ты такой про здоровое родительство, где-то центрированный, понимаешь, да, всю вот эту ответственность каждого высказанного слова. Но все равно такие мамы встречаются. И в тот раз говорил про свое наблюдение, вот оно, наблюдение такое есть. У ребенка что? Чувство вины? У ребенка необходимость зацепиться за маму любым абсолютным действием своим, заслужить ту самую любовь. Но вследствие чувство вины и заслужить любовь проецируется уже во взрослую жизнь. Поэтому мы с вами отрицательную установку переводим в положительную. Я тебе сейчас вон там у дяди отдам. Переводим ее в то, что я всегда буду тебя любить. Вот что бы ты ни делал, какое бы у тебя не было настроение, я всегда тебя люблю. А сейчас давай будем идти за руку, потому что? А потому что нужно объяснить. Потому что есть опасное движение, я знаю, что здесь могут быть собаки. Сейчас темно, и я вообще боюсь, что ты можешь убежать. И я хочу, чтобы мы домой пришли быстрее. Не критикуйте ребенка, не критикуйте вашего партнера, критикуйте действия. Даже не критикуйте, а относитесь к нему иначе. Это не потому, что ты сейчас такой плохой, а потому что я за тебя боюсь. А почему? Потому что я тебя очень люблю. От себя говорить. Конечно, от себя. Потом такая, наверное, из установок, которую можно дать девочке, это не ешь сладкое, будешь толстая. Ну вот такие опять, да, сейчас переносишь через книги Людмилы Петрановской, понимаешь, что так делать нельзя. Но очень часто, особенно когда ребенок задействован в каком-то спорте, например, художественная гимнастика, где каждый съеденный грамм, да, он чреват последствиями. Опять, что мы здесь ребенку прививаем? Чувство вины, боязнь за съеденную еду. И от здорового отношения к питанию мы можем получить расстройство пищевого поведения. На самом деле сейчас очень распространенную проблему у девочек и подростков. «Я тебя люблю», и вот видите, все у нас начинается с такой безусловной любви, потому что мы же не любим за что-то. Мы к ребенку проявляем ту самую безусловную любовь. «Я тебя люблю», ты знаешь, есть много разных вкусных сладостей, не содержащих сахар. Давай выберем вместе, которое нам понравится, будем с ними чай пить. На самом деле сейчас, кстати, рынок очень даже позволяет это сделать. И мы трансформируем негативную установку в положительную, потому что за каждой негативной установкой оно может быть какое-то последствие. Конечно, очень сложно следить за своей речью. Но здесь есть очень хороший прием. Ребенок что-то сделал. Вы не можете себя держать в руках. Досчитайте до 10 и обратно. Ребенок не поймет, потому что родители, да, как так счет ведет. Ну, кстати, или сделайте вдох-выдох. Но не вдох, там, быстрый выдох, а, например, до 4. На 4 раза вдохнули, на 4 выдохнули. А потом скажите, если вот та эмоция осталась, обычно, когда из эмоционального переводим в рациональное, негатив, он как минимум минимизируется. Вот можно так попробовать? А получается чувство вины и синдром отличника, они как-то рядом ходят, да? Ну, относительно, конечно, у них есть и степень, потому что не всегда отличнику все удается сделать на 5 баллов. Потом, конечно, когда он себя... И он вину испытывает? Конечно, он испытывает чувство вины, потому что подвел маму, подвел папу, подвел своего начальника, потому что что-то сделал не так. Подвел своего мужа, например, или свою жену подвел. По ряду обстоятельств. Тоже взрослые отлично. Конечно, чувство вины, оно здесь есть. И то, что не оправдало ожидания. Да, да, не оправдало ожидания, потому что всегда есть как будто идеальная картинка мира, как должно было быть. А в как должно было быть не вписался. Ну, что-то пошло не так. И тут нужно признать и понять, вот я такой, какой я есть. Я сделал максимум возможного. Но всегда есть ряд обстоятельств, даже от меня независящих. Но включается критикующий родитель, который говорит, нет, это ты там плохая, недоработала. Вот я хотела сказать, что это же нормальная реакция, испытывать какие-то, ну, расстраиваться, что что-то не получилось. Конечно. Ну, не всегда все выходит не просто идеально, а даже хорошо. Еще думать о том, что нет, я сделал не все возможное, были еще варианты. Ну, вот у меня прям сразу на ум приходит мама младенца с синдромом отличницы. Прекрасное, мне кажется, одно из самых лучших правил и рекомендаций молодым мамам. Когда вы родили ребенка, дорогие мамы, вам не нужно мыть посуду, когда ребенок спит. Не нужно мыть полы, когда он спит. Когда он спит, вы должны наполнять себя энергией и даже просто физическим сном, потому что потом он может быть очень так расстроен. Но когда придут гости, а что же они скажут, да, про мою, там, пыль на полу? Ну, вот расскажу вам секрет, такую тайну. Пыль еще никого не убила. За всю историю, мне кажется. А пострадовая депрессия, она имеет место быть. И там у многих женщин она возникает. Давайте о последствиях поговорим. Уже, мне кажется, вскользь касались. Это из вопроса в вопрос. Там все-таки было тоже про последствия. Но вот сейчас скомпонуем. Какие неудобства доставляет этот синдром? И самому человеку, и окружающим. На самом деле окружающим очень даже хорошо с отличником живется. Потому что он же всегда старается. Родители такую достаточно хорошую жену могли сделать для будущего мужа, так как и мужа воспитать такого. Но вопрос, насколько вам органично. Потому что все равно, как бы, например, чайник, он же бурлит, бурлит, бурлит. Но все равно точка кипения, она всегда есть. Точка кипения в гипертрофированном таком синдроме хорошей девочки, это и абиссивно-компульсивные расстройства. Ну, в самом минимуме, это то, что, например, человек будет постоянно проверять, закрыта ли дверь. Повторять окончание фраз. Это вот такие, наверное, самые знакомые проявления ОКР. Повышенное артериальное давление. Когда человек очень сильно волнуется, например, перед защитой какой-то презентации на работе, он очень сильно волнуется, потому что переживает за результат. Головные боли. Это мы перешли уже в физиологию того, как это может быть. И, конечно, когда, например, мужчина выходил замуж за отличницу, а потом она пошла в терапию, здесь могут быть вот те самые до и после, которые, ну, могут возникнуть в паре. Действительно, такое может быть. Вот она родила ребенка, а он пришел домой, а еще и есть у него обед на столе, уже накрыт. И полы идеальные. И сама она, может быть, уже там на последнем волоске держится, но она красивая, там, ухоженная, причесанная. Вот вроде бы думаешь, а что в этом плохого? Но на самом деле нужно вот такой вот молодой маме, да, задавать вопрос. А насколько я здесь сейчас счастлива? Насколько я здесь сейчас? Вот я сама с собой, я правдива в этих отношениях? Поэтому, когда, например, она задает себе вопрос или вот нашу передачу посмотрит, скажет, ну, нет, все, как бы, стоп. Поверьте, чтобы быть самим собой, не так уж многое надо. Ты отвечаешь себе на ряд вопросов, прежде всего, на вопрос, мой любимый, что ты хочешь, и потом уже начинаешь дружить со своим внутренним ребенком. А есть ли место разочарованию у человека с синдромом отличника? Что с ним происходит в этот момент? Конечно, с разочарованием у отличников не очень дела обстоят, потому что периодически родители это даже очень подчеркивают. Я разочарован тобой. Все, родители как будто театральные окончили какой-то вуз с таким вот. И говорит, я разочарована. Иди подумай, в угол встань, иди подумай над своим поведением. Кстати, вот это, да? Говорят, ты меня разочаровал. Ну, это, ну да, как бы, вот это ты причина того, что я сейчас грущу, что у меня нет настроения. Вот, кстати, это о том, что нужно от себя говорить, а не указывать на ребенка. Конечно. Получается, фраза «я разочарована», она более здоровая, чем «ты меня разочаровал». Всегда нужно ребенку дать понять конкретно за что. Перейти от разочарованностью им самим до разочарованностью делом. Действительно, есть ситуации, когда там, например, вы только полы помыли, а ребенок просто, ну, решил над вами как-то поиграть. И, допустим, взял и разлил там, ну, не знаю, варенье или там что-нибудь, компот. И у вас как бы дубль-два работа. Конечно, вы будете не то, что разочарованы, до 100 нужно считать, чтобы это с собой совладать. Ну, или начинать полы помыть. В принципе, всегда уход в физическое действие, он эмоции у нас помогает им уйти или им преобразоваться. Так вот, когда мы с вами говорим «это ты меня разочаровал», мы говорим про ребенка, а он и не понимает, а что я сделала не так. И он начинает накручивать «это я, наверное, такой плохой, раз моя мама сейчас злится». А если еще и мама начинает плакать, ну, такое тоже часто бывает. Иногда это действительно, ну, по правде. И иногда это чтобы, ну, так скажем, более повлиять на какой-то результат. Конечно, у ребенка вот это все гипертрофируется, чувствует, он думает, ну, что же я такого сделала не так. Нужно объяснить. И прям ребенку сказать, я сейчас полы помыла, прям с ботовые примеры, а ты разлил компот. Вот у меня двойная работа. Я бы сейчас могла с тобой пазлы собирать, а мне придется опять весь дом перемывать. Давай не будем больше так. И здесь важно обратную связь от ребенка слышать, что он говорит, ну, ладно, я там посмеяться захотел. Или, да, хорошо, ну, не буду так. Или вообще сказать, давай вместе сейчас этот компот уберем. Вы оба уходите в действие, и он еще как будто такую маленькую работу над ошибками делает. Можно так. А как опустить свою планку отличнику? Ну, что вот не идеально, ну и ладно. Ну, ладно, да, действительно. Прежде всего оцените, что пошло бы не так, если бы это было не идеально. Не рухнул? Нет. Ваша семья как-то изменилась, там, распалась. А скандал произошел. Или там с работы уволят, если. Ну, если вы не перепроверите пять раз отчет перед отправкой, а всего два. А, кстати, такая трансформация комплекса отличниц во взрослой жизни, когда вот одна из моих клиенток, она прежде чем отправить отчет своему руководителю, она его пять-семь раз проверяла. Это вот одни из моментов последствий уже таких сильных, потому что это страдала ее результативность, в принципе, ее такая, да, личность. Ну, вот если вы его два раза проверите, ну, я думаю, все тоже то самое, там и останется. Семь раз не надо. Или один раз проверили. То есть, на самом деле, какие последствия от того, что было не идеально. Ну, в большинстве своем на следующий день все так же пришли на работу, и все пошло таким же своим чередом. Ну, уже про тебя думают, что ты ошибаешься. Не семь раз проверила отчет. Хорошо. А кто не ошибается? На самом деле, человеческий фактор, он всегда был, есть и, надеюсь, будет. Потому что нам этого не избежать. И на самом деле, есть прекрасный подбор к моей любимой топ-5 троечников, известных людей. Дорогие родители, сейчас обращаюсь к вам. Вы всех их знаете. Это пять знаменитых людей. И топ-1 это Александр Сергеевич Пушкин. Вот в его отчистате была тройка. Это не был круглый отличник. Генри Форд. Очень знаменитый, очень такой обеспеченный человек. Агата Кристи. Дмитрий Иванович Менделеев. Ну, вот как бы куда, да? Это очень умные люди. И Альберт Эштейн. Вот. Поэтому люди с тройками жили, и очень при том успешно. Да, вот так, родители. Идеальными быть не обязательно. Может ли быть какая-то польза в синдроме отличника? Ну, это вроде бы мы уже говорили про это, да? Да, однозначно польза есть. И она есть и для нас самих. Однозначно люди эти очень успешны в карьере. Зачастую они могут не доходить до очень высоких позиций. Потому что, когда, чем выше позиция, например, топ-менеджер, менеджер, тем выше риски, тем больше возможности ошибиться, тем больше критики. А здесь мы уже с вами, да, поняли, что и с критикой как-то не очень с детства, потому что в основном вырабатывал социальное поглаживание, да, и физическое, и социальное. Так еще и ошибаться боится. Лучше пойти по проторенной дорожке и вот так и делать, да, свою вот эту работу, которую я очень хорошо знаю, на 5 с плюсом и получать обратную связь. Поэтому, да, конечно, плюсы у этого есть. Но опять, возможно, сейчас та самая зона комфорта, которую нужно расширять. Не обязательно выходить из нее, расширить. Но чтобы расширить, нужно начать действовать. Ошибаться, пробовать новое. А это всегда для отличника такое вызывает страх и опасение. Может быть, еще какая-то польза есть? Это очень не так. Еще какая-то... Мы только что сказали наоборот, что пользы-то и нет особо. Мешает развиваться. Как бы в любом комплексе даже уже как будто само название таит в себе, что это больше негативной коннотации комплекс. Ну да, мешает. Мешает. Отчасти помогает, но опять, да, когда мы с вами вот в ответе, боюсь ли я за результат, насколько мне это важно, а могу ли я рисковать. Вот мы где-то, допустим, от 3-4 находимся по 10-ти бальной шкале. Никогда это переходит какие-то границы. Потому что когда это на грани, мы в физиологию уже уходим, здесь проблемы со здоровьем начинаются. Поэтому если вы в такой золотой середине, всегда есть моменты, что можно в себе докрутить, доразвить, но опять в пределах разумного. А получается, начальники-то любят отличников? Конечно. Это же максимально удобно. Начальник, по большому счету, в большинстве своем, это родитель. Ну, родитель критикующий, родитель принимающий, поддерживающий. Но как и, допустим, для учителя, как классно и удобно, если был бы полный класс отличников. Никто за парты не хулиганит. Все домашние задания делают. Так же и на работе. Задачу поставил, а человек сидит допоздна, еще и перепроверяет. На самом деле, да, здесь у работодателя и у руководителя, конечно, есть много плюсов. Но опять, любой руководитель, его такая, да, вот физическая обстановка на работе, она какая? Люди, какой у них психологический климат? Ну вот у отличников зачастую из-за того, что отличники хотят быть лидерами, проблемы с командностью. И вот здесь есть момент, что если у вас отличников много в коллективе, то они все как лидеры тянут, а общей командной работы может и не быть. То есть такие риски, они тоже имеют место. Где взять ресурсы, чтобы проработать в себе этот синдром отличника и как-то избавиться? Ну, совсем избавиться, наверное... Жить дружно с ним. Жить дружно, да, подружиться с ним. На самом деле можно, если вот почувствовать, что я хочу поменять, да, можно попробовать через книги, через статьи, через тесты. Ну, самому такое, да, мы будем об упражнениях говорить, которые можно сделать. Посмотрите предыдущие передачи, мы тоже говорили и про мою историю, и про что ты хочешь. Это тоже все про обращение к внутреннему ребенку и про то, чтобы с ним подружиться. Когда мы будем про физиологию говорить и где взять тот самый ресурс, это прежде всего начать высыпаться. Потому что в основном, да, отличники на работе задерживаются допоздна и раньше приходят. Попробуйте хотя бы вот как-то восстановить режим сна. За этим и пойдет такое питание и физическая активность. Вместо того, чтобы задержаться на работе, попробуйте час как-то, например, ну, не в зал пойти, а даже просто погулять. Такое. Просто ходить на длинную прогулку. Еще, может быть, есть какие-то. Найдите хобби. Опять мы с вами возвращаемся к диалогу с внутренним ребенком и про то, как важно держать его рядом и слушать его. Возможно, в детстве вы занимались музыкой, но до сих пор ее терпеть не можете. Вот это фортепиано или танцы, да, куда мама заставляла ходить. А сейчас есть тот самый момент попробовать сделать что-то для себя. Есть очень много кружков, различных, допустим, картины пишем взрослые. И собираются люди, и абсолютно не важно, как вы там рисуете. Вы делаете это для себя. Пойдите на вокал. Если вы все время ходили, а, например, родители говорили, не-не-не, тебе медведь на ухо наступил. Петь нет, даже в душе не надо. А внутренний ребенок всегда, возможно, петь хотел. Пусть вы не пойдете на большую сцену. Вы будете делать это для себя. Да даже просто в караоке с друзьями. И вот найдите то, что будет вашу творческую личность развивать и обогащать. Давайте теперь к упражнениям перейдем. Да. Вы же, наверное, мои любимые. Возьмите листочек А4. На каждом... Мы говорили о разных наших социальных ролях в той передаче. Ребенок, родитель, взрослый. На самом деле у нас очень много ролей присутствует в жизни. И вы возьмите листочек, карандаш, ручку, все как обычно. И напишите 10 ваших ролей. Какие есть. На самом деле думаешь, ну что такое. Я там мама, я психолог, я иногда клинер, аниматор. Ну еще что-нибудь. А на 8-ом практически все уже не знают, что написать. И вот как будто бы уже тяжело. Продолжайте ваш список. Нужно именно 10. Пишите, кто я. Раз, два, три, четыре, десять написали. Что первым указали? А что последним? Какая роль далась тяжелее всего? Еще одно упражнение — это ответы на вопросы. Я предлагаю прямо сейчас их сделать. Берите карандаш, берите листок и возьмите правши в левую руку карандаш. Сейчас будет сложно. А левши в правую. Отвечаем на вопросы. Зачем я живу? Одно слово. Повторяться не должны. На самом деле сложно писать, но вы все равно отвечаете. И первое, что в голову пришло. Потому что первая мысль, она всегда верная. Кто я такой? Одно слово. Можете не писать, но писать, конечно, лучше. Можете просто внутри отвечать. Во что я верю? Как я выбираю? И что я делаю? Очень часто, когда я в группе такие упражнения даю, даже на работе с командой это работает очень интересно. Когда готовы озвучить это, и мы понимаем, что мы примерно в одном ключе все действуем. И очень часто, как я выбираю, например, да, люди отвечают сердцу. Вот такие упражнения я вам рекомендую проделать. Они, как всегда, очень простые, но направленные уже внутрь себя. Что дает это? Ты, как всегда, знакомишься с собой. А когда в детстве тебе сказали, каким быть, ты совсем забыл, какой ты должен быть на самом деле. Ты та самая социальная роль и социальная маска, которую родители сделали, как им было удобно. Потом, возможно, сделал партнер в семье. Потом и даже ребенок наложил отпечаток. Это все про то самое знакомство с собой. А как это связано с синдромом отличника? Вот первое упражнение вы назвали там 10 ролей. Вот вы сказали там, какая у вас первая, какая последняя. А вот в ключе синдром отличника о чем это скажет? Это подсветит секторы, куда нужно смотреть. Если вы сейчас настолько сильно переживаете о своей работе, например, то первая роль, конечно, будет та, где вы задействованы. Если вы, например, очень поглощены родительством, вы будете мамой и папой. Оцените, есть ли там сферы взаимоотношений с родителями. Вы дочери, вы сыновья, или вы братья, вы сестры. То есть это такой элемент, очень вроде простой, но он помогает сферу и сектор подсветить. А может быть, о чем-то я вообще не помню. Может быть, я сейчас максимально центрирована, например, на родительстве. И вот, допустим, два-три слова, две-три роли, а это все об одном и том же. О том, что, например, я мама, о том, что я как будто бы воспитатель немножко в детском саду. И вот здесь вот это про то, куда нужно посмотреть. Где этот отличник больше всего проявляется? Конечно. Где больше внимания, туда и нужно идти. Где больше этих ролей? Какая роль первая? И вы, например, понимаете, что вот я работой поглощен, и первая роль — это, ну, условно, там, сотрудник вашей работы. А ваша семья где? То есть на какой она роли? Посмотреть туда, в этот сектор. А как же обуздать синдром отличника в себе? Может быть, тоже есть что-то? Всегда отвечайте себе на вопрос. Вот я здесь сейчас, насколько я счастлив, сделая тот или иной участок, да? На своем рабочем месте я счастлив? Вот сейчас в своей семье. Что я готов сделать, чтобы изменить себя в данной ситуации? Потому что в большинстве своем по наитию живем, и особо менять-то ничего не хочется, потому что все привыкли, у всех как бы все так достаточно хорошо. Плюс один из таких, наверное, моментов — вы что-то делаете идеально. Ну, не знаю, готовите идеально торт, идеально убираетесь дома, идеально моете вашу машину. Вот физическое преломление комплекса отличницы, сделать ваше идеальное действие с шероховатостью, не идеально и намеренно. То есть намеренно человек будет по отношению к себе где-то очень честен, и он просто, ну, допустим, в углах не помоет полы. Торт немножко подгорит, там где-то что-то, ну, не доделает. И признаться себе в этом. И потом понять, угостив тортом этих гостей, и, в принципе, все поели, все так же поблагодарили. Может быть, ничего и не изменилось. Но вам нужно сказать, что, ну, может быть, иногда можно, да, сделать что-то вот так вот с меньшим градусом ответственности. Ксения, ну, в завершении программы тоже уже традиционный вопрос. Топ книг. Какие почитать советуете на эту тему? Прекрасная книга, она конкретно для девушек, конкретно для женщин, к себе нежна. Я думаю, такой бестселлер, много кто про него знает, особенно оформление книг, оно с книжной полки тебя приманивает, притягивает прочитать. Книга про женщин, про любовь к себе, прежде всего, и про то, как эту любовь к себе получить и развить. Потому что отличницы зачастую себя очень не любят. Потому что все время недооценивают, и здесь есть часть нелюбви. Отличная книга Татьяны Мужицкой. Это наш российский психолог. Она еще и... Так много-много у нее ролей. Она писатель. Книга называется «Мне все нельзя». Такое интересное название. Она их сама еще озвучивает. Обязательно либо аудиоформат. У нее такая очень интересная манера подачи. Ее можно тоже прочитать, послушать. Потом еще одна книга «Осколки детских травм». Она уже не такая веселая, но она про то, как могут детские эпизоды повлиять на взрослую жизнь. Книга «Синдром хорошей девочки». Она про то, как вот как раз-таки последствия могут быть губительны, и насколько они могут быть серьезны. В таком ключе. И финальная книга «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как хорошо, что мои дети теперь знают об этом». Книга тоже и про воспитание, и про тебя, как отличника-отличница, и про то, как общаться даже со своими родителями. Спасибо большое, Ксения, за интересную беседу. Ну а на сегодня это все. Вы смотрели программу «Разговор по душам». В гостях у нас была психолог Ксения Дубинина. И если получилось что-то неидеально, то ничего страшного в этом нет, наверное. До свидания, увидимся через неделю.